Финансовое оздоровление сельско-господарших организаций, охова працы и сопрадзеяния коррупции. У Гомеля отбилось посяжение областного союза наймальников. Директоры самых буйных предприемств региона огучили пропановы по удосконаливанию истинующего законодательства в сфере працовных отношений. Подробности в следующем сюжете. Эти люди об соправдной ситуации в реальном секторе экономики ведут все. Гомельский областный союз наймальников можно было бы назвать официальным клубом директоров предприемств региона. В селяхим випадку, это именно тое утворение, где керавники субъектов господарения могут не просто выказать думки на конт иснующих проблем, а и донести свои пропановы до депутатов всех узровнев. Союз нанимателей – это своего рода клуб директоров крупных и средних предприятий, организаций Гомельской области. Это площадка для того, чтобы где-то поделиться проблемами, обсудить их, найти диалог с исполнительной властью и найти конструктивные решения. На этот раз на порядку дня – питание холы прасы. Зараз обмерковывается новый проект ответственного закона, и керавники предприемства Гомельской области не завсюду сгодны с пропануемыми нововведениями. Тут и дозволна контроль мясовыми органами улады за ситуацией на предприемствах республиканской формы властности и узмаснение медицинского нагляда с работниками, які працуют у небеспечных умовах. И еще одна тема для обмеркования – выконание предприемствами своих договорных обовязательствов, у некоторых организациях ответственные документы складаются юристами с настолько низкой квалификацией, что при возникнении конфликтной ситуации предприемство вымушено выплачивать значные штрафные санкции. Экономичный суд по переднюю проверку таких документов по закону проводить не може. Але этот же закон не забороняя организацию для специалистов субъектов господарения на пудшальных семинарах. Ненадлежащая организация работы имеет место быть в ряде случаев в данном направлении. А ведь в 90% случаев тех споров, которые мы рассматриваем в суде, они базируются на договорах – это арендой, поставкой, купле-продажи и так далее. Пытание, которое может течиться любого предприемства – сопротивление коррупции. Международный стандарт в этой сфере существует уже не первый год, но в Гомельской области он поколь не действует ни в одной организации. Размова про спросу и укорнение документации, которая будет содержать не только продуктивными таких фактов с рода работников, а и створить немогичными коррупционными злочинствами с боку партнеров. По честь посещения областного союза наимальников высветляется. Об таким стандарте на многих предприемствах сегодня просто не ведут, а тому термины его укорнения навыд не огучиваются. Хоть с другого боку, у сопротивления коррупции повинны быть зацикавлены усе. Есть такой стандарт ИСО 3701-2016, который – это внедрение системы менеджмента по борьбе с коррупцией. Поэтому мы хотели бы, чтобы руководителям представили, что собой представляет этот международный стандарт, потому что он практически на территории Республики Беларусь еще в отдельных, только отдельно частями внедрен на отдельных предприятиях, чтобы просто представили эту программу, представили, что это такое. Александр Суров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадиокомпания «Гомель».